социальные сети облетел ролик с пьяным давидом дангом всем привет друзья не забудьте подписаться на канал кто еще не подписан и нажать на колокольчик под этим видео чтобы не пропустить свежий выпуск новостей за сравнительно небольшой срок пребывания на проекте давид данг сумел стать положительным героем к примеру многим понравилось что давид не повелся на провокации коллектива когда многие пытались очернить полину малинину и поддержал девушку кроме того несмотря на африканские корни парень оказался явно не таким истеричным и агрессивным как мандезир святамур это тоже его огромный плюс возможно именно поэтому выходка данга шокировала и его девушку и зрителей дома 2 сама полина слила в сеть кадры с явно перебравшим со спиртным бойфрендом как видно напившись водки давид вел себя крайне раскрепощенно и даже почти соблазнил нади ермакову на глазах всего коллектива полуголый темнокожий давид выливал на себя сок и лез на стол кроме того многие отметили что парень с трудом стоял на ногах а танец с надей как видно стал для него последней каплей беременная алена савкина появилась на доме 2 и с потрохами сдала анна брянского неожиданностью для многих стало появление савкиной на телепроекте всего пару дней назад алена вышла замуж за илью сёмина и вряд ли сейчас с ее статусом и в ее положении тянет на участницу впрочем по фото быстро стало понятно девушку всего лишь пригласили стать членом жюри в конкурсе человек года и судя по всему сама алена рада возможности не только вновь побывать вместе которая стала ей вторым домом но и увидеться с бывшими коллегами по цеху к слову без интриги со стороны савкиной точнее уже семиной не обошлось так девушка призналась что уже известен пол ребенка и скоро состоится гендер пати впрочем то что будущее дважды мамочка рассказала про анну брянскую оказалось даже интереснее если верить алене она нисколько не тоскует после расставания с одеевым более того у девушки уже новые отношения савкина не стала говорить об этом прямо но и без того понятно брянская нашла себе любовника когда летала в сочи отдохнуть угрозы потасовки ревность жемчуговой одеева новый формат дома 2 поскольку совпадений на телепроекте не бывает то нарастание градуса агрессии одновременно у глеба жемчугова и алексей одеева в эфирах явно попахивает сценарием и заказом от редактора в шоу или другого способа доказывать свои чувства не нашли эти опытные строители любви побег с поляны наталья и рейнашвили которая не могла смотреть на издевательство над своей юной дочкой развязал руки глеба жемчугову в прямом смысле слова даже если историю с интрижкой настя рейнашвили придумали и отыграли ярость и готовность к рукоприкладству глеба носят вполне реальный характер как и возможность получения анастасии вполне настоящих травм хотя страхует жемчугова всем мужским составом не отстает от приятелей лёша одеев усиленно цепляющий с наушником анну брянскую та уверенно дает сдачи и в потерпевших уже лёша одеев плюс и горячим кофе брянской его обольет судя по анонсу на 8 сентября неужели угрозы потасовки и ревность жемчуговой одеева это новый формат дома 2 тираны и абьюзеры сейчас в почете на телестройки как считаете алена опенченко пострадала от загулу жемчугова или от других партнеров недаром предпочитают замалчивать похождения печенка за периметром на поляне дома 2 бойкая небрезгливая девица уже ищет дерматолога опасаясь за свое здоровье если учесть что чешется прямо под камерами глеб жемчугов дневном эфире 7 сентября то можно предположить что опенченко пострадала от загулу жемчугова или подхватила что-то от других своих партнеров не ожидать ли жалоб от алексея чайчица артема мартинчика и других побывавших в объятиях алены могли бы в качестве предупреждения тем кто считает правильным образ жизни шведского стола алена пенченко и обсудить проблему в эфирах не находите или антисанитария и несоблюдение норм любой гигиены могут стать источником новых проблем в этом общежитии строители любви от грима для съемок ведь участники дома 2 явно не страдают а постоянные выезды за периметр с приключениями имеют последствия и не всегда приятного толка мандезир свет амур пришел на проект поддержать давида данга как уже известно из новостей в первом этапе конкурса человек года прошел следующий тур темнокожий участник проекта давид данг поддержать парня полины малинина и разведать возможности собственного возвращения в ряды строителей любви пришел мандезир не так давно расставшийся с юлией фременковой поскольку телепроект дом 2 давно уже постепенно превратился в проходной двор откуда уходят как хотят и куда возвращаются все те кто испытывает проблемы за воротами то возвращение мандезира съехавшего из квартиры которые они снимали с бывшей ведущей дома 2 навряд ли кого-то удивило как и его появление микроблоги надежды ермаковой накануне ее отъезда в отпуск о том что давид данг кардинально отличается от агрессивного и взрывного мандезира я уже говорила не потому ли темнокожего участника данга поддержали и участники проекта и эксперты из числа бывших домовцев в конкурсе или у давида все-таки появится друг на телестройке в лице мандезира скоро узнаем ольге рапунцель с накладным животом она не подражает оправдывается савкина в сети не успели еще в благосфере вдоволь обсудить появление савкиной на съемках конкурса чг и ее увеличившийся живот как беременная рапунцель младшая бросилась оправдываться в своем инстаграм она не подражает старшей сестре ольги рапунцель с накладным животом уверяет алена просто умеет так себе подать что и демонстрирует желающим увидеть и никого никогда не обманывает тем более что в настоящее время заботит алену семину совсем иные проблемы она ищет более просторную квартиру для переезда этого требует ее работа блогера да и аккаунт или семина вдруг запестрил грамотными ему абсолютно несвойственными высказываниями рука алены рапунцель или ее менеджера сразу чувствуется а другой работе для главы новоиспеченного семейства пока все молчат грамотно интригует своей беременностью и животом публику алена не отстает все-таки от старшей сестры ольги дмитренко с которой находится в ссоре ведущая ксения бородина живет в мире полном неблагодарных тварей ведущая дома 2 заинтриговала своих подписчиков опубликовал в своем блоге пост о том что нельзя брать чужое ее к этому приучали с детства но ксюша часто страдала от несправедливости потому что воровали и вещи хотя она сама многое дарила и никогда не была жадной всегда хотела сделать людям приятное но не всегда мне платили той же монетой рассуждает ксения опускаясь в откровенность бородина пришла к выводу что живет в мире полном неблагодарных тварей поэтому последний свой подарок она завернула в мусорные пакеты о чем идет речь поклонницы ксюши так и не поняли намека большая часть ее фанаток склоняется к мысли что ксения имеет ввиду своего бывшего мужа курбан амарова распишет что твое всегда останется твоим с другой стороны ходят слухи что амаров потребовал во время раздела имущества крупную сумму денег которые были отданы ему в мусорном мешке вскоре узнаем информацию и поделимся с вами новостями что же так могло расстроить ксению что она обиделась на весь мир всегда четко придерживалась своих принципов бабушкиного воспитания человечности научилась что-то оставлять себе потому что сама это заработала и детей своих так воспитываю что чужое брать нельзя что все само придет если ты честный человек делится своими переживаниями ксения завуалирована рассказывая большой потери как обычно у нее люди то неблагодарные то злые или завистливые да и можно ли сохранить человечность работы на доме 2 стоит ли быть такой категоричной ведь говорят делай добро и бросай его воду ничему психологические тренинги бородину не научили спасибо за просмотр рекомендую посмотреть и другие интересные ролики кликайте прямо сейчас а также подписывайтесь на канал ставьте лайки и оставляйте ваши комментарии